Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Опять относительно секса, я так понимаю, что я и психолога разбираю эту проблему, кроме сексолога. Дело в том, что я женщина 30 лет, мне не нравится секс, но темно жизнь веду не так давно с разными мужчинами. Я хотел попробовать разнообразил секс, и поэтому не начинал отношения с одним мужчиной. Сейчас я понимаю, что секс не только не принос удовольствия, но и выматывает меня. Недавно был интим с мужчиной, который был немного неприятен внешне, и теперь мне даже немного противно думать о сексе. Я не хочу стать фригидной, но действительно так получается. Мне больно, а с мужчиной некрасивым, допустим, даже неприятным. Я даже подумал, чтобы брать деньги за секс, потому что никакого удовольствия не получал. Некое удовольствие я получил с первым мужчиной. Он был нежен и не груб. Остальные грубые. Так же мне противно целоваться. Я не знаю, что делать, а что делать? Нужно что-то изменить в себе или жить безнетемной жизнью. Помогите разобраться. Ну, здесь мне, как думается, в первую очередь нужно обратить внимание на то, каких мужчин вы выбираете и почему. Достаточно сильно бросается в глаза тот факт, например, что вы как будто бы выбираете мужчин, в общем-то, грубых. Хотя вам грубые мужчины не нравятся. Почему-то вы выбираете мужчин некрасивых. Некрасивых. Хотя, как я понимаю, понятие о красоте у вас есть. Да, то есть, ну, есть некое разделение, да, на красивых и некрасивых людей, по крайней мере. Вот. Так что здесь, на мой взгляд, в первую очередь, ну, не обратить внимание именно на данный аспект. Вы выбираете мужчин каким образом? Как вы выбираете в себе мужчин? Какие это мужчины? Что вы к мужчинам, ну, вот, например, к мужчинам, да, чувствуете? И так далее. И так далее. Что вы к ним ощущаете? И так далее. И так далее. Что у вас, можно сказать, общего между вами и, так скажем, ну, между вами и другим мужчинам. Если, если вы, допустим, допустим, выстраиваете отношения без обязательств, к примеру, к примеру, то очень важно, как мне кажется, если вы выстраиваете отношения без обязательств, чтобы вам, ну, мужчине нравилось. И вот, это можно сделать ваши ошибки. Что они вам нравилось, чтобы вам, это вот. И вот. Все, чтобы вам нравилось, чтобы вам, что вот. Это вот. И так далее. в общем и целом. Позитивные чувства. Вот. А сейчас, ну вот, как-то так вот получается, да, что вы вроде бы отношения-то выстраиваете, да, как бы, ну с мужчинами, ну вот, вроде бы, вроде бы, а вам они не нравятся, да, как бы, ну вот. А вам, ну, мужчины не нравятся, с которыми вы отношения выстраиваете. Вот. И естественно, что, вот, в данном случае, получается, что и удовольствие, да, как бы, особо вы не получаете, не получаете. Вот. И в данном случае, получается, что, как бы, и время свое тратите и так далее. То есть, вот, это, на мой взгляд, больше вопрос именно про ваш выбор мужчин, как мне кажется, по крайней мере. в данном случае, как мне кажется, что вы выбираете мужчин, вот, ну, вроде бы, вроде бы, для отношений, а, просто ради развлечения. В данном случае, как мне кажется, что вы выбираете мужчин, вот, ну, как бы, хорошо, что вы выбираете мужчин, а, для развлечения. Вот. Но, при этом, почему-то, выбираете таких, таких, которые вам не подушат. Ну, и, волей-волей здесь, вот, эм,э,э,эээ, как-то вот, хочется вас спросить, да, почему вы себя, вот, так, ну, не любите, да,ээ,ээ,ээ-ээ, почему так к себе относитесь, Конечно, вам в этом случае будет не нравиться секс с ними, потому что вы игнорируете как-будто свои препочтения. И вопрос, который вам здесь, мне кажется, нужно вот себе задать, это вопрос, каким образом получается, что я так делаю, да, и на что я рассчитываю. Вот. А, ну, наверное, 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 вот без секса, да, ну, как бы не получится жить. Вот. Поэтому, если исходить из такой позиции, то мне кажется, что имело бы смысл как-то больше смотреть здесь в сторону удовольствия, имело бы смысл как-то смотреть здесь в сторону ваших приоритетов, ну, вот, в сторону того, что вам, ну, что вам нравится, в сторону того, что вас привлекает, увлекает и так далее. Вот. Это было бы просто, на мой взгляд, более, так скажем, гуманно к вам. Ну, вы все равно, так или иначе, вы все равно выбираете своих партнеров. И, ну, на данный момент просто очень важно увидеть критерии, по которым вы этот выбор свой совершаете. на данный момент мне просто кажется, что этот выбор вами совершается несколько неосознанно. В том смысле, что вы выбираете, ждете одного или преследуете цели, которых не совсем осознаете. По факту получается другое. Вот. И, соответственно, возникает, возникает как бы, ну, дикотомия. То есть, что такое дикотомия, дикотомия, да, это вот несоответствие, несоответствие того, что я жду, тому, что происходит, ну, в реальном мире. Вот. И с этим, в первую очередь, нужно работать. По поводу поцелуев, здесь, на мой взгляд, больше про любовь. Да, как бы, то есть, ну. Хотите ли вы любить? Можете ли вы любить? Любите ли вы кого-то? Причем, говоря о любви, я не имею в виду, обязательно. Любовь, скажем так, высокозуховную, да, вот. Говора о любви, я имею в виду, любовь хотя бы, ну, физиологическую, да, то есть, вот, так вот. Если у вас, ну, вот, таких ощущений, да, не возникает к человеку, а вы, допустим, просто к человеку относитесь, вот, как, к инструменту, а, вот, то в таком случае, наверное, нужно брать, а, максимально удобный и хороший для себя инструмент. Это, согласитесь, получается немного странно. Вот. Поэтому, тут вопрос ваших приоритетов по ценам и ценностям. Мне показалось, мне показалось, знаете как, что тот образ жизни, который вы ведете, а вы как будто бы его стыдитесь. Вот. Что мне показалось. Я был бы рад ошибаться, но вот. В данном случае, мне так вот кажется. И это может быть как раз той историей, которая вас сдерживает. Потому что, если вы стыдитесь, но, например, пытаетесь себя все равно заставлять, к примеру, то, как бы, ничего хорошего из этого, в принципе, наверное, не получится. Ну, потому что тут насилие. И, значит получается, что, эммм. Каждый главву акту самого мужчины. Для вас — это, вот, стыд нееная сила. Понимаете? Думwegen. Семь Сдук. И в этом абсолютно нет ничего хорошего для вас. Какая-то такая история, на этом всё, надеюсь, что помог вам. С близостью, сближением обычно имеют проблемы люди, у которых есть трудности с личными границами, соответственно, вам с ними поработать. Вполне вероятно, что вы боитесь сближаться, и как следствие из-за этого есть определенные трудности у вас. Это не критично и как бы не означает, что вам нужно переставать жить интимной жизнью, но требуется психотерапия. Удачи вам, всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, удачи!